Брать деньги из главной копилки – дело привычное, говорят экономисты. Другое дело, как укрепившиеся тенге влияют в целом на экономику и на цены. Амина Абдрахманова беседовала с экспертами. Своё движение тенге в сторону укрепления начало ещё в январе. Медленно, но верно, курс нацвалюты шёл вверх. И к началу марта стоимость тенге вернулся к показателям июня прошлого года. Пока некоторые экономисты считали, что на курс положительно влияют цены на нефть, другие начали реагировать на прогнозное значение по объёму продаж валюты из нацфонда. Эти деньги были необходимы для обеспечения трансфертов в госбюджет. Важно понимать, что мы предоставили прогнозы по продажам не с целью повлиять на курс тенге или дать какой-то сигнал рыночным участникам, а с целью дальнейшего улучшения транспарентности в рамках режима свободно плавающего курса тенге. Для обеспечения трансферта мы осуществляем продажи из национального фонда практически каждый месяц. По данным Нацбанка, в марте план продаж валюты из нацфонда составил 850 миллионов долларов. Этот объём оказался выше средних ежемесячных показателей за последнее время. Как говорят экономисты, в первую очередь это связано с увеличением расходов государства. Дефицит бюджет всё ещё сохраняется, и изъятие из национальной копилки происходит регулярно на протяжении почти 9 лет и направляется в основном на исполнение социальных обязательств. По словам экономистов, сильный тенге никак не может повлиять на инфляцию и всего лишь создаёт кратковременную иллюзию твёрдой валюты. Укрепление тенге на снижение цен практически никак не влияет. Оно может как-то сдержать темпы роста инфляции, вот здесь можно ещё согласиться, но ожидать, что в результате укрепления тенге цены пойдут вниз, минуточку, это уже не инфляция, это уже дефляция, когда цены падают. Тенге на этот процесс практически не влияет никак. Нацбанки уточнили, что практика объявления прогнозных значений будет применяться и дальше. Также, возможно, главный банк страны начнёт публиковать ежемесячные интервенции. Эксперты считают, что открытость Нацбанка может служить сигналом для рынка. Тем временем, доллар уже второй день отыгрывает потерянные позиции. Сегодняшний курс составил почти 446 тенге за одну единицу американской валюты. Амина Абдрахманова, Нурбул Сазабеков, Атамикен Бизнес.